Добрый вечер, друзья мои телезрители, в эфире программа на связи с муниципальной властью. Я ее ведущий Андрей Острев и как всегда по среду мы с вами разговариваем на телеканале Николаев о том, что делается у нас в городе, что делает наша муниципальная власть, как она это делает, что нас ждет или что уже сделано. Сегодня мы рассмотрим ряд достаточно интересных вопросов, о которых мы говорили ранее и наверное сегодня мы услышим некие отчеты. Итак, сегодня у нас в гостях Светлана Таранова, депутат городского совета и Андрей Ермолаев. Я можно вас назову вместо вашей длинной должности, которую могут прочитать наши зрители в титрах, главным антикоррупционером городской власти. Итак, я хочу напомнить всем, что сегодня годовщина со дня трагедии в Чернобыле и городской голова возлагает цветы, сделал акцент на том, что нужно об этом помнить. Это большая техногенная катастрофа мирового масштаба и до сих пор, наверное, некоторые наши родные и близкие, в частности мои точно, до сих пор чувствуют на себе то время ликвидации этой катастрофы. Ну, а мы вернемся к нашим делам насущным, нашего города и, наверное, Светлана, мы поговорим прежде всего с вами о скандальной когда-то истории, и не когда-то, о спилах так называемых деревьев. Подходит к концу мораторий, на спил деревьев, что там с этими деревьями, как их будут пилить, будут ли опять их пилить так, как пилили. Ну и, собственно говоря, все, что связано с этими деревьями, я хочу, чтобы наши зрители знали, как должно быть, что должно быть, и если будут какие-то нарушения, сигнализировать соответствующий орган. Да, моратория заканчивается 1 мая, и, в принципе, в первых числах первой недели мая, я думаю, что будет создан некий круглый стол с присутствием общественности, полиции, на котором будут представлены результаты этого моратория. То есть плюсы, минусы, что получилось, что нет. За это время, в принципе, за 2 месяца была проведена работа с полицией, рассказана им, как реагировать на вызов граждан, когда вызывают, что делать, как проверять документы, как отрабатывать эти ситуации. И, в принципе, сейчас они уже работают по этим вызовам, приезжают, помогают. Помимо всего прочего, мы наблюдали такую картину, когда мы ожидали, что мораторию, в принципе, остановили полностью спил деревьев, победили всех браконьеров, ну, как бы запретили им работать. Но, к сожалению, столкнулись с тем, что не все хотят участвовать в этом моратории, не все прислушались, и поэтому мы работали именно над предотвращением этих ошибок. И вот как раз-таки на вот этой встрече, ну, я не могу назвать это круглым столом, это будет встреча, на которой мы все вот те предложения, которые были внесены, постараемся внести в новое положение, разработать новые схемы и сделать так, чтобы хотя бы, скажем, в течение следующего года, ну, и последующих, конечно, чтобы не было такого ужасного состояния, которое наблюдалось в этом. Я хочу напомнить, что месяц или полтора назад, когда вы были у нас в эфире, вы говорили о том, что сам механизм вот этого обработки, отработки заказов и так далее, он, ну, некий такой плавающий. Сегодня есть четкое понимание, как должны быть, какие документы должны быть и так далее? Ну, четкое представление о документах есть, но сами схемы реализации по-прежнему их нужно отрабатывать. Вот, как в плане, ну, мы говорили о том, что когда по акту уже спилены деревья, либо омоложены, что на самом акте должна выставляться какая-то отметка, чтобы не было возможности по этому акту спиливать два, а то и три раза деревья. То есть вот это отрабатывается система. Помимо этого, к сожалению, две администрации, у которых не было подрядчика, они так и не провели этот тендер и остались в подвешенном состоянии, то есть работа висит, получается, на ЖКХ. Это тоже вот над чем еще работать, ну, это в их области. И по поводу, ну, у нас под большим вопросом стоят, сегодня мы разговаривали, встречались тоже с общественностью, стоит вопрос аварийных деревьев. Как отследить, что дерево аварийное? Как отследить, чтобы под аварийные не списывали здоровые деревья, но мешающие кому-то? То есть, ну, это один из проблемных вопросов, да, это как раз вот те проблемные вопросы, которые мы будем обсуждать и принимать по ним какое-то решение. Но раньше, насколько я знаю, была такая организация, такой, так называемый Зеленхоз, который вот занимался как раз инвентаризацией деревьев, он там следил за их там состоянием и так далее. Сейчас этого механизма не существует? Ну, такого механизма я сейчас с ним не сталкивалась, не работает, да, он сейчас предположим. Но по поводу вот именно, как отмечать деревья, как выделить аварийное дерево, этот вопрос вот в подвешенном состоянии. Потому что люди часто говорят, дерево здоровое, а его спилили. То есть, тот механизм, который вот, вплоть до того, что мы хотим ввести в эту комиссию людей, специалистов, которые будут помогать этой комиссии, ходить, смотреть, отслеживать, ну, подписывать документы. Спасибо. У нас есть первый звоночек. Добрый вечер, вы в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Я житель Корабельного района, пенсионер. Еще в сентябре месяце подал заявку на обрезку дерева Тополь. Высота его приблизительно больше там 25 метров. Высокое дерево. До сих пор на него уже ни на год не выполнило, а теперь еще мораторий. Я ходил, уже выяснял. Что дальше? Ждать, когда он упадет на дерево? Дерево на том? А что вам ответили, когда вы заявку подавали? Поставили на очередь. В очередь? Три письма было. Одна на городское, вернулась обратно. Я получил только три ответа. А результата у этих работы нет. Спасибо большое. Свет, прокомментируйте. Ну, мораторий, как мы сказали, заканчивается 1 мая. После этого все деревья, которые были поставлены на акты, после дополнительного обследования, будут пущены в работу. То есть, если ваше дерево, я думаю, что оно должно быть в этих заявках, я думаю, что... Ну, если в очереди стоит, то явно в заявках есть. На 15.88, да? Скажем так, да. Браконьерам не мешает даже мораторий, а добросовестным, как бы, сейчас, пока мораторий, видать, боялись. Я думаю, что, если сделать заявку в Корабельный, есть же еще такая проблема, что, может быть, в администрации еще не проведен тендер, нету подрядчика, который должен пилить. Это тоже сказывается на то, что вот заявки накапливаются, отыграют тендер, будет подрядчик и будут потом делать... Да, с тендерами у нас, конечно, беда. У нас есть следующий звоночек. Добрый вечер в эфире, слушаем вас. Алло. Да-да-да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это беспокоит житель города Николаева, проживающийся по адресу улицы Галины Петровой. Недалеко от моего частного дома находится огромное дерево, ясень, или, по-моему, ясень, да. Вот, и уже три года длится эта история, то есть я ходил, писал письма, составляю мне акты. В общем, на кронирование сделали акт, вот, и три года не могут они его обрезать. Дело в том, что тут рядом провода проходят, вот, огромное дерево и рядом дом частный, то есть как бы он подрывает фундамент. Вот, ну, дело в том, что три года не могут сделать обрезку просто кронирование дерева. Три года. Угу. Вот. Вы на 1588 обращались? Да. Ну, вот я, правда, если Андрей не против, я еще раз повторю, спасибо за звоночек. Повторю, с 1-го числа, с 1-го мая заканчивается мораторий на обрезку деревьев и ставьте, звоните, оставляйте заявку и сохраняйте номер заявки, это очень важно. Да, продублируйте запросы. Да, продублируйте запросы и я думаю, что эти вопросы по заводскому, это заводский район, если мы правильно понимаем, то, думаю, не проблема. Я так слышу, у нас, наверное, будет еще сейчас один звоночек или мы начнем следующую тему. Ну, что ж, по деревьям, я надеюсь, мы еще с вами встретимся где-то, ну, ориентировочно через, ну, хотя бы через месяц, когда закончится и начнется работа, и мы, ну, не то, что поведем, а первые итоги сможем сказать о том, как выполняется, с каком объеме и с какой скоростью. Потому что, я так понимаю, у нас еще один звонок тоже на эту тему. Добрый вечер, вы, Эфири, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот вы, городская власть, занимаетесь стадионами, там, прочими делами. Когда вы начнете заниматься домами, жилкопами, которым по 120 лет? Что вы имеете в виду заниматься? Что вы имеете в виду? Ремонтами фасад. Фасад у нас, у меня проходят газовые приборы, скоро взорвется дом. Кто на это будет? А адрес ваш можно? Что? А адрес ваш можно? Адрес, где это? На контроле этот фасад у Сенкевича, а Палько ничего не хочет делать. Когда вы этот департамент поменяете? Я прошу прощения, спасибо вам за звонок. Давайте мы сделаем следующим образом. Я постараюсь в ближайшее время, на ближайшую программу пригласить Андрея Палько и, возможно, еще кого-то из представителей департамента. И, ну, если, я так понимаю, судя по голосу, я слышу вас не первый раз. Будьте добры, давайте мы этот все-таки вопрос адресуем ему. Потому что, ну, депутат городского совета, ну, единственное, кто Андрей Ермолаев, может быть как-то, как самый главный антикоррупционер, и вот он может на это повлиять. Ну, Андрей, давайте вот как раз по вашей специфике поговорим. В любом случае, спасибо зрителям за активность, видите, деревья это достаточно болезненная тема, и не только вот деревья, то есть есть еще вопросы, и у вас с работы непочатый край у вашего департамента. Ну, начнем с самого банального. Одно из самых топовых обсуждений в последнее время стал забор имени депутата Апанасенко. Что было сделано по поводу, насколько я знаю, было поручение вам дано городским головой. Что там с этим забором? Да, действительно, было дано поручение выяснить все, разобраться, вот. И действительно, была создана комиссия, туда входили там центральная администрация, представитель департамента ЖКХ, представитель управления архитектурой, они выехали на место, провели фотофиксацию, там провели обследование. Ну, как бы, если коротко о результатах, что, во-первых, Апанасенко была выписана постанова, да, притягнута за административное нарушение, во-вторых, действительно, забор признан самовольным, то есть теперь, согласно, есть специальный порядок, который принимал городской совет, специальное положение про порядок рассмотрения таких вопросов. Дальше, согласно порядку, будет направлено письмо-уведомление с просьбой в ближайшие сроки устранить, как бы убрать этот забор. Если не будет реакции, самостоятельно, да, если не будет реакции, следующий этап идет у управления архитектурой, выносит на исполком решение про демонтаж. То есть, как бы, единственное, что, да, действительно, требовалось некоторое время, чтобы отработала комиссия, чтобы не было никакой предвзятости, но могу сказать, что, как бы, подход одинаковый ко всем, отработали, вынесли решение, дальше... Спасибо, Андрей, давайте мы послушаем нашего зрителя, он уже вот ждет. Добрый вечер в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. По деревьям, большая морская 185, аварийное дерево, скоро упадет на крышу. Можно его как-то срезать? Спасибо за звонок, Светлана. Можно его как-то срезать? Да, вы делали заявку на 1588. Ну, к сожалению, мы не можем общаться, в рамках прямого эфира мы не можем вести переговоры. Если вы не делали заявку, сделайте заявку на 1588. 1588 – это короткий номер телефона, куда можно звонить и оставлять свои заявки. И самое главное – фиксировать тот номер заявки, которая была. Я правильно понимаю? Что ж, спасибо за звонок. Продолжим тему заборов. Вот тут определенная коллизия возникает. Связана она с тем, что вроде депутаты должны соблюдать законность и так далее. И как вообще эта история получилась? Ну, не совсем я знаю эту предысторию. Я не слежу за заборами депутатов, скажем честно. Ну, а может быть надо? Ну, может быть надо, да. За заборами, не за заборами. А как сейчас пройдут конкурсы, мы наберем людей, декларации, которые подавали, мы проверять будем. Вот, это так, если серьезно. Вот. А что касается забора, ну, как бы было поручение мэра, так вопрос был отработан, тогда начали выяснять. Точно так же, как и по любым другим вопросам. Будет, как бы, заявление, обращение, будем принимать решение. Вне зависимости, депутат, не депутат. Я, как бы, тут большой разницы не вижу. Если есть какой-то незаконный объект, он должен быть убран. Единственное, что, что, конечно же, он должен быть, так как все-таки городская, это все-таки власть, он должен быть убран в соответствии с законом. Есть специальный порядок. Да, он не такой быстрый, как нам хотелось бы, нельзя прийти на следующий день и все поломать. Но есть порядок, мы по нему идем. Я думаю, что... Вы знаете, за всю историю, вот сколько на моей памяти, за всю историю моей жизни и в Одессе, и в Николаеве, и в других городах, я не только в этих жил, я не помню ни одного случая, когда бы, ну, однопартиец мэра или, ну, соратник мэра, как многие СМИ называют депутата Апанасенко, оказывался в таком положении, когда городская власть у своего соратника, сама же ему предписывала, что демонтаж, как 25 лет, я помню, это стабильно замалчивалось, закрывались глаза и так далее. Свет, у меня тогда по этому поводу к вам вопрос. Как вы считаете, вот такая тенденция, она, ну, это единичный случай, или все-таки это сегодня, это реакция системы, изменилась реакция системы на нарушение? Вот ваше субъективное мнение. Я помню, если мы хотим каких-то изменений, это должно стать нормой и не вызывать удивление. Ну, это естественно. И опять же, вот смотрите, то есть раньше была, ну, скажем, раньше, была такая система, да, вот, если не помню, кто из древних сказал, там, для друзей все, для других закон. Да, вот, как вы считаете, сейчас эта тенденция поменялась? Может быть, еще не на совсем, но будет меняться в любом случае. В нашем городе большую роль сильно играли много разных фамилий, и, в принципе, сейчас для законов все равны. Неважно, какая фамилия, однопартиец мэра, не однопартиец мэра, депутат, не депутат, это не должно играть в роли. Ну, дай бы Бог. У нас здесь следующий звоночек. Добрый вечер в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Я живу на Скороходу 50. Подавали заявку о коронировании деревьев еще до выборов 15-го года. Нам обещал наш депутат, кажется, Вячеслав Николаевич, что будет срезано. Срезали напротив, через дорогу. Возле нашего дома очень много тополей, которые пустили поросли. Много молодых деревьев, кто их будет кронировать или убирать. И вишня. Тоже очень много вишняка. Старая вишня, полу уже засохшая, а вишняка пустила очень много. Кто будет убирать? Нам обещал. Будет убирать заводская администрация. Ну, давайте еще раз повторим. Пожалуйста, оставляйте заявки, начиная с 1 мая. Оставляйте заявки по короткому номеру 1588. И номер заявки обязательно фиксируйте. Я думаю, что через месяц мы опять поднимем эту же тему. Как это все происходит. На сколько процент выполнения заявок и возможности. Я услышала, что заявку подавали. Обновите, пожалуйста. В 15-м году. В 15-м, да. Обновите просто и будем отслеживать. Я думаю, Вячеслав Николаевич услышит и отработает. Есть еще один вопрос, который, наверное, очень многих, ну, скажем так, взболтнул. Пусть это такое не сильно литературное слово. По крайней мере, весь Фейсбук бурлит высказываниями разного рода активистов и вообще просто жителей Николаева о том, о назначении депутата Игоря Копейки присматривать за коммунальной собственностью. Я вот, это буквально мова и оригинала, я, к сожалению, информации о таком назначении не находил. Что это за назначение? Что это вообще было? Как вдруг депутат стал, какое отношение стал иметь к управлению коммунальной собственности, которую возглавляет Юрий Габриш? Сколько, насколько я помню, из последнего, то есть перед программой я на сайте посмотрел, мискрады, изменений кадровых нет. Света, что там было на сессии Горсовета? Что это за решение? Ну, выносилось новое измененное положение управления коммунальной собственностью, по которому, ну, если так говорить простыми словами, вся власть попадает на комиссию ЖКХ. Ну, собственно, поэтому и имелось в виду, что... Что имеется в виду вся власть? Ну, вся власть, это в том плане, что решать, принимать решение, кому сдавать, кому не сдавать, кому арендовать, кому... Все будет приниматься комиссия ЖКХ. То есть не как раньше управление коммунальной собственности, а комиссия ЖКХ. А насколько законно такое? Ну, не законно, как объявили юристы, и насколько вот сейчас мы уже знаем, что Сенкевич наложил это. На это решение. То есть я хочу всех успокоить, никто никого никуда не назначил. У нас есть еще один звоночек, давайте ответим нашему зрителю. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Мне вопрос по транспорту. Я живу в Армаровке. Тройка отвратительно ходит, особенно в выходные дни. Я работаю по графике, ну, и субботы, и воскресенье, на водоканале, на текущий график. Мы работаем по 12 часов. И вот, смотрите, на ЖД вокзал, на ЖД вокзал, она уже после 6 не ездит. То есть они выстраиваются на центральном рынке, и я уже сколько, ну, подходил и разговаривал с бригадиром ихним. Они ездят. Я говорю, ты постой, я говорю, там, 3-4 часа, говорю. Ну, так вот, даже вот взять. Особенно, а в субботу, воскресенье, то они вообще до 3 пока есть там рынок, и все. А так они стоят до 6 часов, до 6 часов стоят. И потом снимаются все, и на центральный рынок, а в них там ЖД вокзал написано. Они обязаны приезжать. И смотрите, я иду в 8-м часу, это уже все. 89-й, 76-й, 24-й почему-то стоят. Есть. Раньше, когда ходил автобус, когда я на Черноморском работал, было дежурный, вывесил бригадир, график движения тройки. При мне, водитель, даже я звонил тогда и депутатам, при мне сорвал, я даже, он говорит, передайте номер маршрутки. Я ему и номер маршрутки сказал, ну, номер... Автобуса. Да, маршрут на автобусе сказал, все. И так, ну, повесят расписание, водители сами вылазят, срывают, рвут, прям на глазах очереди. Спасибо большое, спасибо, ваш вопрос понятен, спасибо большое, я, Андрей, комментарий. Да, я прокомментирую, я небольшой, скажите, специалист транспорта, но другого пути у города, как развивать коммунальный транспорт, нет. И вот, насколько я знаю, что вчера на сессии было принято решение, которое позволит там участвовать в переговорах с Европейским банком, они выделяют, по-моему, там, 10 миллионов евро на приобретение автобусов. Я думаю, что это будут новые автобусы, не бэушные, я думаю, что таким образом какие-то такие важные, далекие направления городская власть закроет. Будет перекрыто, да. А вообще, для зрителя хочу сказать, этот вопрос у нас будет обязательно Антон Турупалов, я уверен, что он к нам попадет. Вот, кстати, у него уже наступает время спрашивать то, что своего назначения, что у нас там изменилось в нашем, так сказать, хозяйстве транспорта. И вот мы ему обязательно этот вопрос тоже зададим по поводу выполнения графика маршрутными такси и автобусами, который утвержден, договора, которые подписаны, как это все происходит и что делать, когда вот ситуация подобна вашей. Что ж, продолжим наш разговор. Я бы хотел вернуться, вот, Андрей, месяц назад где-то вы были у нас вот вновь назначены на свое управление. Как идет, как у вас обстоят сегодня дела, как вы говорили о том, что у вас конкурсы, как протекают конкурсы, собственно говоря, вот расскажите. За вашим управлением наблюдают все. Это вот инновация такая, хочется видеть его эффективность, что там происходит. Потихонечку двигаемся к цели. В понедельник был последний срок подачи документов на конкурс. Сразу после майских праздников, там 4-го числа состоится письменный экзамен, потом собеседование. Вот, и я думаю, где-то там середина, конец мая, как бы уже будут люди приняты на работу и мы начнем полноценно работать. Пока прошли конкурсы, решаем организационные вопросы с помещением, с оборудованием, с техникой и так далее. Вот, поэтому я надеюсь, что все будет хорошо, мы начнем работать и будем, как бы, уже полноценно функционировать и отрабатывать свои поставленные задачи. Вот, возвращаясь к вопросу конкурсов, одним из, ну, наверное, нововведений Александра Сенкевича городского головы стало тотальное проведение всевозможных конкурсов на разные должности. Скажите, во-первых, первый вопрос, ваше управление будет заниматься контролем проведения этих конкурсов? Ну, имеется в виду прозрачность, правильность документов, там, подачи и так далее. И второй вопрос, как вы сами планируете проводить конкурс? Насколько открыты они будут? И, то есть, вы же должны быть у нас эталоном, насколько я понимаю. Посмотрите, департамент, я думаю, что не будет заниматься опросом проведения конкурсов, потому что проведением конкурсов в исполкоме занимается специальная конкурсная комиссия, это не лично мэр принимает. Насколько я знаю, мэр даже не участник, не член этой конкурсной комиссии, там совершенно другие люди, ее возглавляет Степанец Юрий Борисович. Вот, поэтому конкурсы, как проходили, так и будут проходить. Вот, если, конечно же, не будет от конкурсантов каких-то жалоб на необъективность, опередженность, скажем так. Вот, что касается конкурса в наш департамент, я точно так же не являюсь членом конкурсной комиссии, поэтому я, конечно, присутствовать буду, но я не участвую, у меня нет голоса в праве, ну, как бы, на решение конкурсной комиссии. Та же самая конкурсная комиссия, письменный экзамен, собеседование определит лучших, поэтому на ход конкурса в свой департамент я не влияю, но, наверное, так даже правильно, чтобы отобрала объективно, а не укоряджена конкурсная комиссия. Ну, и буквально две секунды, Света, вам последний, финальный вопрос нашей программы. Как вы считаете, нужно ли участие депутатов в таких вот комиссиях и насколько нужно? Только наблюдательные. Только наблюдательные. Я считаю, что да, в принципе, я думаю. Правого голоса не нужно. Ну, я считаю, что депутаты достаточно своих обязанностей, работы очень много, чтобы еще принимать участие в конкурсе. Они могут быть наблюдателями, могут задавать вопросы, но принимать решения. Что ж, спасибо большое. Спасибо большое. Наша программа, к сожалению, подошла к концу. Мы исчерпали все свое время. Тема деревьев оказалась очень у нас актуальной. Так что, Света, мы вас обязательно еще пригласим где-то через месяц. Не только меня. И не только вас. Скорее всего, с теми, кто будет их непосредственно пилить, эти деревья. Пусть будет отчитываться. И браконьеров, наверное, отловим. Ну, а если серьезно, спасибо нашим зрителям, что были с нами, за то, что были активны, задавали вопросы. Я напомню, что каждую среду мы с вами общаемся с муниципальной властью. Задаем те вопросы, которые нас волнуют. Все происходит в прямом эфире, как вы сами видите. И мы встретимся с вами в следующую среду, как обычно, в 20.00. А я с вами прощаюсь. До встречи. Телеканал Николаев. Не переключайтесь. С нами всегда интересно. Игорь Негода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корр. Продолжение следует...